Здание в формах деревянной эклектики рубежа 19-20 веков составляло часть старинной застройки городского предместия. В последнее время его забросили. Дом облюбовали бомжи и наркоманы. По документам, еще год назад здание имело статус элемента исторически ценного градоформирующего объекта. В июне этот статус неожиданно был снят главным управлением по охране объектов культурного наследия Тверской области. Ценные градоформирующие объекты снимать с учета на основании историко-культурных экспертиз, как написано в акте, нельзя. То есть это противозаконно. Дом, который ставится на учет, как ценные градоформирующие объекты, он ставится на учет при разработке проекта зоноохраны вот этого вот места. И, соответственно, снять его с учета можно при разработке нового проекта зоноохраны. Поэтому мы говорим о незаконности снятия в прошлом году этого дома с учета. Таким образом, отсюда вывод, что сгорел у нас не просто дом, или, как говорят многие люди, вот еще одним сараем стало меньше, а сгорел именно ценный градоформирующий объект, который не потерял своего статуса. С чем могло быть связано такое решение? Нежелание следить за неугодным объектом, или же здание занимало удобное место для очередного бизнес-центра? Мы попытались связаться с главным управлением по госохране объектов культурного наследия. В ответ услышали лишь сигнал автоответчика. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пожары в исторических зданиях Твери происходят не впервые. Год назад пепелище осталось от дома Бакенщиков за Волжье. Сколько раз здесь заявляли насчет этого дома? Бабушка, они тут при чем? Никто ни при чем. А сейчас то снимают, то еще что-нибудь. Безобразие какое. Жителям соседнего дома по улице Семеновская было не до смеха. Заброшенный дом вспыхнул, как свечка, и огонь мог перекинуться именно на него. У меня мама первая увидела, вызвалась пожарную. Естественно, давай быстрее собирайся, документы и все остальное. Естественно, это страшно. У нас уже второй дом так горит. Дом тушили с полвосьмого до часу дня. То есть разбирали в этом и все. Ну хорошо, что потушили. Естественно, кто это сделал, он уже убежал. Дома нет и нет проблемы. Теперь остается лишь гадать, случайный ли этот пожар или намеренный. А дверь лишилась еще одной частички исторического наследия.